здравствуйте мои маленькие любимые садисты сейчас я вот нахожусь в теплице закончил как это ни странно уже на улице снег закончил уборку остатков былой роскоши а именно огурцы помидоры перцы все убрал все вычистил не на сто процентов но я не чищу никогда на сто процентов потому что потом сюда будет засыпаться перегной чик и так далее все это будет перемешиваться опять же сорняки будут все равно вычищаться когда они пожелтеют я это обычно начинаю делать феврале но не в том суть в этом году решил попробовать естественным способом сушить так сказать материал рабочий материал а именно вот занимался обрезкой своего любимого казахстанского дуба и все ветки я не стал выбрасывать а просто связал веник и повесил сюда в этом случае листья естественно сушится принимает такую типично природную форму скажем так что в общем-то лично меня радует и я помню что многие женщины тоже писали почему лист мол как в книжке полежал и так далее не всем нравится то есть вот эти вот 2d х листья и что мне нравится вот еще бывает и даже вот такие вот формы интересные дуба вот например кто скажет что это дуб вообще что-то непонятное фокус не хочет работать вот в общем грубо говоря так вот такие интересные формы пробую также вот корни это облепиха лишнее у меня оказалось скажем так ну как лишнее она как сорняк залезла куда и не надо было лезть и вот эти вот корни я их не отмывал ничего не делал просто вытащил стряхнул землю и повесил мне просто интересно что получится потому что я до этого для работ кто помнит покупал корни какого-то африканского дерева и в общем то ну они используются для декора у флористов в общем у флористов и довольно таки интересные работы получается корень так хорошо просушиваются он такой светлый и как говорится приятно работать вот посмотрим как наши деревья на это оттягивает вот розы но розы тут мне несколько наверное листья нужны поскольку они от трубочки свернулись а сколько будут нужны веточки опять же вот для каких-то вот мы декоративных проектов вот это вот ради веток все делается далее вот самое главное наверное это кому будет интересно кому захочется серьги из семенных коробочек дайкона или вообще целые бусы вот столько дайкона в этом году я насажал накосил и вот таким способом его сушу у него плодики всегда очень хороши в работе но 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 им нужна пропитка что мы сегодня фокус не фокусе не хочет работать момент вообще никакой не хочется сегодня такое вот в общем вот у него интересная такая фактура и при определенной обработки при плена пропитки можно получать очень интересные серьги украшения какие-то элементы декора у меня даже была мысль собрать из них как раньше вешали на каркас при входе допустим на кухню вешали такие вот из деревянных стебельков сделанные назовем занавес что ли вот была даже мысль что-то такое сделать естественно это бешеный расход гальванической меди будет но может быть оно того стоит кто его знает думал думала над этим в общем то их очень много реально много поэтому если кому интересно пожалуйста обращайтесь цены на них я задирать не собираюсь за материал деньги совершенно брать не буду поскольку мне достается даром данном случае только за гальваническую медь ну и за какие-то определенные услуги работа там и так далее но недорого будет что серьги что какие-то другие украшения в общем сговоримся поэтому обращайтесь также вот еще интересные вот такие вот вещи нашел на участке давай фокусируйся вот интересные такие семенные коробочки до труднее сказать что это не уловил честно говоря не уловил но тоже можно получить например брошь и кажется брошка будет интерес смотреться возвращаясь декона опять же у него интересные стебель и киев том числе тоже такая же полосчатая фактура можно тоже вот как я коллекцию и кибана открывал можно тоже получить коллекцию бана использовать их вот прямо видно все классно но ты как такой ворс что-то мне телефон сегодня все не фокусе до внутри вот такой вот ворс и туда можно просто напросто втыкать природные элементы покрывать токопроводящим слоем и меднить мне кажется очень удобно и главное тоже опять же есть интересная фактура вот на самом стебле поэтому вот хотел вот этим поделиться я сейчас закрыл вот это дело так сказать сезон закрыл можно сказать и поэтому вот хотел с вами поделиться вот этим вот не знаю лайфхаком жизненным то чем тут занимаюсь в общем то здесь тоже у меня розы но говорю это в основном наверно ради стеблей потому что вот что у розы она скручивается листья скручиваются трубочка это не очень хорошо мой способ предыдущий который вот я придумал в тканях просушивать листья это мне кажется гораздо эффективнее где лист не становится 2d двухмерным где он просто остается слегка фактурным но мы видим что это лист и он не скручивается как вот они скручиваются здесь вот в общем то ну а так в общем то ставьте лайки пишите комментарии я как говорится начинающий в этом деле youtube нам поэтому буду стараться с вами делиться всем что как говорится происходит между делом к слову пока откопаю естественно мне попадаются вот такие вот различные интересные корешки и он даже мышка поела обалдеть и естественно вот у них у многих такая прямо причудливая форма что невольно ну у меня как у декоратора сразу приходит мыслила светильник а подвеска что не такое вот но 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 вопрос только в просушке поэтому я сейчас наверное туда же в теплицу которую показал туда же наверное опущу подвешу они будут там сушиться всю зиму и мы посмотрим что из этого выйдет и выйдет ли что-то потому что вот так вот смотришь просто прикольно если еще и будет просушиваться все красота ну вот и слово сказать вот пришло вижу что время собирать вот такую красоту вот скажите мне чем не кораллы вот на самом деле я всегда жду этого периода первый снег когда фактически каждый листик осыпается с не его это по моему что-то типа лилий насколько помню он даже обрезать не придется они уже настолько готова что они сами ломаются просто красота обалденная вот броши ах тыж я прямо вот не могу тащусь от этого момента а нет не все ну ладно я ножницы собой взял сейчас будем ломать ломать как говорится не строить но тут я вижу уже что очень много интересных форм даже ножницы не берут сыровато еще много много интересных форм поэтому есть за что за цепи то что называется много всего много так что не зря терпение переборол свое скажем так вот красавица так а здесь на что даже вот такие какие-то непонятные непонятные росточки тоже не хочет фокусироваться все фокус против меня работает сегодня я покажу поближе вот тоже мне кажется интересно такую ювелирную брошечку или серьги тоже наверно заберу этому собираем урожай опа даже уже и под снегом кое-что привалило вот примерно так получается из-под снега первого достал не на мне кстати вот я все время вот такими необычными вещами наслаждаюсь прямо вообще просто а мне интересно хоть кто-то женщина напишите комментарий вам такие вещи вообще нравятся вот что если это будет украшение вот здесь вообще просто даже с этим семенной коробочкой обалдеть вам такие вещи нравятся я имею ввиду если это будет качестве украшения мне очень нравится порой думаешь как же везет женщинам что они могут это носить честно говоря вот сейчас соберу вот эту красоту а здесь можно даже так на грубую вот ну и будут еще и вот такие вот прикольные штучки до легенькая брошечка допустим а то и даже какие-то серьги кто знает вполне мне кажется будет симпатично красиво вот в общем то это то что я каждый год стабильно беру работу это уже домой это будет сушиться дома я обычно использую конвекторная подогрев чтобы они равномерно плавно сушились кроме того у меня там есть одна система которую я все еще никак не решать показать модель прототип специальная просушка вот но как они покажу тоже очень удобно сушить я думаю каждому мастеру пригодится это дело вот еще вот как то так поэтому всем добра пишите пишите а пишите нет смотрите совсем забыл здесь другой сорт у меня здесь другой сорт здесь уже более такие развернутые они формочки она вот это прямо ну вот вылитый коралл я просто обалдеваю просто красота серьги мне кажется из таких вот прямо шить будет сейчас проверим на ломкость а думал готова вы думали этого отлично кстати я из них чужо делал канзасе кто помнит тоже красиво смотрится очень интересно туда же можно целиком так раз я снизу взять вот цельный большой и замеднить цельной палки так сказать те со стеблем месте вот они некоторые прям вот так вот это уже наглость конечно надо запомнить по весне выкопать они прямо семейные эти коробочки летают не знаю откуда только вот порой даже вот так вот собираешься что-то вот такое вот видится вот она что это какой-то сорняк сыпется не подойдет конечно же что-то такое порой видишь в общем-то так и вдохновляюсь так и работают выхожу еще что-то одно а нахожу совершенно другую мне кажется это прекрасно вот так рождается композиционной работы вот например сердечки по первому снегу мне кажется это красиво неповторимо вот у меня к слову сказать даже здесь до сих пор еще салат лад остался тоже я его не трогал сейчас подмёрзнет подсохнет и потом я его возьму и использую возможно что-то получится потому что он тоже приобретает такую морскую форму я бы назвал очень необычно смотрится прямо как время остановилось что ли красота просто вот даже что-то такое вот какие-то росточки обалдеть просто красиво красиво вот как то так в общем то поэтому кому это нравится интересно пожалуйста пишите комментарии лайк ставьте я буду знать хотя бы что я не один с таким вот утонченным сознанием скажем так ну в общем всем добра пока пока берегите себя не болейте а а а